Девушки отдыхают Созданный руками человека, геометрический ландшафт из стекла, бетона и стали Но облик 20 века создавался большей частью не в новом свете, а в старом В революционной школе архитектуры и дизайна, основанной в маленьком провинциальном городе в Германии В момент политической смуты и экономического хаоса Она называлась Баухаус Баухаус. Лицо 20 века Автор сценария и рассказчик Фрэнк Уитфорд Филипп Джонсон, архитектор Для каждого Баухаус что-то означал Миф уже распространился, и Баухаус мог быть хорошим или плохим, в зависимости от вашего мнения Михаэль Зибенброд, хранитель веймарской коллекции Баухауса Баухаус был средоточием многих идей авангарда, многих революционных идей 20-х годов 20 века В Европе просто не было другой художественной школы, которая бы так полно осуществляла свои новые идеи Курт Кранц, учащийся Баухауза Она существенно отличалась от других художественных школ и технических колледжей Она пыталась найти способ взаимоотношений с жизнью на эстетическом уровне Чарльз Дженкс, историк архитектуры Несомненно, Баухаус был крупнейшей школой дизайна в 20 веке Она значительно повлияла на все наши города Превратила их в механические машины И превратила наши интерьеры в упрощенные кухнеобразные инструменты Вальтер Гропиус, основатель и директор Баухауза Вклад Баухауза состоял в том, что мы создали то, что я назвал бы визуальной наукой Баухауз породила катастрофа Новый мир помог болезненному формированию Баухауза Три четверти века назад, когда старый мир рушился Баухауз был идеей Вальтера Гропиуса Немецкого архитектора, который, будучи офицером на Первой мировой Мечтал о школе искусства и дизайна, способной изменить мир Кошмары войны, механизированная бойня Заставили Гропиуса мечтать о мире, в котором машины будут укращены ради блага человека Вальтер Гропиус, радиоинтервью 1968 года Я до сих пор помню, что когда я вернулся после Первой мировой войны В моей жизни был момент, который я никогда не забуду Я вдруг понял, что должен принять участие в чем-то совершенно новом В том, что изменит условия, в которых я жил до сих пор В начале моей новой жизни возникали утопические идеи Никто не верил, что их можно реализовать Но сегодня они стали реальностью После войны Гропиус занялся осуществлением своей утопической мечты Его попросили создать художественную школу Он выразил свои революционные идеи в манифесте, опубликованном в начале 1919 года Школа стала называться Баухаус, строительный дом И манифест был снабжен выразительной гравюрой на дереве Изображавшей готический собор со шпилем, который пронзал звездное небо Конечной целью всей творческой деятельности является сооружение Мы все должны вернуться к ремеслам Школа подручный мастерских, и когда-нибудь они поглотят ее Давайте вместе создадим новое здание будущего Которое когда-нибудь поднимется к небесам Подобно кристаллическому символу новой веры Гропиус не был одинок в своих утопических устремлениях Его школу поддерживали общественные фонды Революционный дух манифеста Баухауза соответствовал духу времени Советская революция и рожденные ею мятежи в Германии Способствовали окончанию войны Перемирие и отвечение Кайзера сопровождались коммунистической революцией в Германии И провозглашением республики с балкона Королевского дворца в Берлине Баухауз был основан в старом городе Веймаре Где также создавалась новая немецкая конституция Баухауз приступал к работе, а в километре от него, в здании театра, спорили политики Они встретились здесь, потому что волнения меньше беспокоили Веймар, чем Берлин К тому же Веймар, когда-то бывший домом Гёте и Шиллера, считался культурным центром страны В этих двух зданиях имела место революция в обучении искусству Это была революция, давшая нам метод обучения на основе мастерских Которые сегодня используются во многих школах искусства и ремесла Я понимал, что нужно теснее связать механизм и художественную индивидуальность Я создал мастерские, которые учили людей двояко Как художников и как ремесленников Часто это неверно понимали Это было место подготовки Нельзя понять механизм, пока не поймёшь орудие своей профессии Основой Баухауза в Веймаре были мастерские, где учащиеся, известные как подмастерья Получали навыки, не делая чертежи на бумаге, а создавая вещи К примеру, стулья и другие виды мебели из дерева Переплёты книг, витражи, стеклянные и металлические принадлежности, ткань и керамику Главное новшество Баухауза состояло в том, что навыком профессии учили мастера-ремесленники В то время как эстетическое вдохновение исходило от художников Гончарной мастерской руководил мастер-ремесленник под наблюдением скульптора Герхарда Маркса Привносившего в Баухауз атмосферу богемы Во всём была артистическая живость Это означало, что вы рисовали обувь на своих голых ногах Принимали участие в маршах с красными флагами и так далее Среди учащихся и педагогов Баухауза не было недостатка в личностях Из интервью с Фальтером Гропиусом 1968 года Художники того времени обладали конструктивным мышлением Они выработали особую философию артистического пространства, цвета и формы Для меня конечной целью Баухауза была архитектура Художники должны были уметь привносить новую конструктивную мысль И они показали, что это им по силу Лестница Баухауза, Оскара Шлеммера, Музей современного искусства Мы должны были всё соединить Мы должны были уничтожить эти границы между живописью, скульптурой и архитектурой Гропиус в поисках учителей, мыслящих конструктивно Обращался не просто к каким-то художникам В штат Баухауза входило несколько самых оригинальных живописцев эпохи Швейцарец Пауль Клея, мистик-скрипач, не менее одарённый, чем художник Василий Кандинский Русский, который перед войной в буквальном смысле изобрёл абстрактную живопись Неустанная рука Ганса Курлиса Русский, который перед войной в буквальном смысле изобрёл абстрактную живопись Теперь Кандинский разрабатывал визуальный язык, состоявший из треугольников, окружностей и квадратов Выразительных фактур и динамичных линий Композиции Кандинского не имели связи с природой Они выражали то, что он чувствовал Ещё одним художником, преподававшим в Баухаузе, был Йоханнес Иттон Мечтатель и метафизик, причастный к одному из многих новшеств, которые сделали Баухауз такой удивительной школой Это был обязательный курс основ Его созданию способствовали и Клея скандинским Курс основ Йоханнеса Иттона был главным объединяющим фактором в Баухаузе Йоханнес Иттон провёл там три года И именно он изобрёл этот метод преподавания Начинавшийся с дыхательных упражнений С интенсивным самоанализом буддистского характера Который он усвоил у буддистов Иттон был также последователем Моздоздана, разновидности зороастризма Поэтому он брил голову и надевал монашескую одежду, даже когда преподавал Кристофер Фрейлинг, проектор Королевского колледжа искусств Баухауз был первой школой искусства и дизайна, в которой акцент делался на индивидуальности учащегося, на его эмоциях, чувствах, интеллекте И также впервые дизайн учили, оставаясь в рамках контекста искусства, но особым образом Вы поступали на предварительный курс, но вместо того, чтобы изучать, как раньше, историю искусства, теории прошлых веков Вы сразу же брались за абстрактные формы Вы узнавали о различных материалах и их фактуре Вы узнавали о теории цвета Это было что-то вроде грамматики, которой вы занимались шесть месяцев, чтобы разобраться в своей индивидуальности и в том, каким путем вы пойдете Это была основная структура курса Джордж Адамс, учащийся Баухауза В рисовании, так же, как и в трехмерном дизайне, особое внимание уделяется фактуре Мы должны были имитировать фактуру дерева, стекла, шерсти Всего, что мы находили интересным в сочетании с другой фактурой Нас также просили делать трехмерные структуры из различных материалов Поскольку это были времена депрессии, когда у них не было денег, приходилось работать с чем придется Бывало, он говорил учащимся, пойдите к мусорным бакам, найдите, что можно, а потом попытайтесь узнать, какова природа этих материалов Моя подружка, к примеру, в это время коротко подстриглась Я использовал ее волосы для одной комбинации Из вещей, которые нашел И получилась трехмерная структура Баухауз изобрел современного студента художественной школы До Баухауза они были конформистского толка, делавшими одно и то же Акварели, к примеру, или копии античной скульптуры и так далее Баухауз привлекал в свои ряды политически радикальных студентов Элик Армстронг, учащийся Баухауза в 1922-1924 годах Мне было тогда только 16 лет И мне очень нравилось в Баухаузе Потому что там было невероятно свободно Я мог делать, что хотел В Баухаузе я мог делать все, что хотел Моя маленькая группа пошла в театр И там были статуи Гёте и Шиллера И мы выкрасили Гёте и Шиллера в красный цвет Студенты постоянно делали такие вещи И я был в их числе В 1920 году жители Веймара уже начали жаловаться на студентов Что они непонятно как одеваются Что на них одежда нищих Что они купаются по ночам голыми По уикендам играют странную музыку Дело в том, что по уикендам они устраивали удивительные вечеринки И театрализованные представления Так что длинноволосый студент-радикал начинается с Баухауза Профессор Гиллиан Нейлор Когда Агропиус открыл в Веймаре школу Он хотел, чтобы у всех желающих был шанс туда попасть Он сказал, что это относится и к дамам Что в работе все мы ремесленники Одна из проблем была в том, что туда пыталось поступить Очень много женщин, слишком много Поэтому через год он начал их разделять И отправлять в различные мастерские Он понимал, что металлические изделия, мебель Слишком трудны для женщин Поэтому женщин посылали в гончарный цех В переплетную мастерскую, в ткацкий цех Это означало, что тут сработал До определенной стереотипы Они делали то, что считалось женской работой И, вероятно, искусству легче всего проникнуть в ткацкий, текстильный дизайн Чем в какое-то другое ремесло Поэтому в первые годы создавались замечательные вещи Потрясающие гобелены, которые так и просились на стену Одной из наиболее одаренных студенток была Марианна Бранд Но она не была ткачихой Она работала в металлической мастерской И делала поразительно красивую домашнюю утварь Из меди и других металлов К тому времени, когда Бранд Делала одну за другой изящные вещи Мастерские Баухауза Уже начали переходить от изделий Индивидуального характера К прототипам для промышленного производства То есть, имея в виду массовый рынок Простые, изящные вещи Предвестники того, что сегодня считается Прекрасным, современным дизайном Тогда простота этих вещей удивляла Обычные вещи задумывались в расчете на их функцию И потребность в массовом производстве Некоторые изделия уже выпускались серийно Мастерскими Баухауза Спросом пользовались шахматы С фигурами, которые давали сигнал, передвигаясь по доске Колыбель, состоящая только из треугольников Кругов и прямоугольников В основных цветах Оставалась уникальной Деревянные игрушки Состоящие из отдельных ярко окрашенных частей Продаются и сегодня Дизайн многих изделий Был тесно связан с курсом основ В котором особое внимание Уделялось цвету и геометрии В курсе основ делались попытки Выработать для формы и цвета Научные законы Кандинский считал, что основные формы Круг, квадрат и треугольник Несут в себе качества Идентичные основным цветам Синему, красному и желтому Основные цвета и формы Также играли особую роль В работе театрального цеха Баухауза Театр был очень важен для Баухауза Поскольку он давал возможность Объединять несколько художественных форм В одно выразительное целое Художественным директором Был живописец и скульптор Оскар Шлеммер Субтитры создавал DimaTorzok Триодический балет Основанный на танцах Оскара Шлеммера Я думаю, что театральный цех Был одним из самых важных в Баухаузе Поскольку наиболее четко и ясно Осуществлял общинные теории Студенты могли экспериментировать С архитектурой А также костюмами И масками И они могли делать все это вместе Только в театральной мастерской Мы делали такие вещи Вот здесь моя нога Моими учителями в то время Были Шлеммер, Клея, Кандинский И Мохойнать Он преподавал в фонде И это было изумительно Совершенно изумительно Ласло Мохойнать Был венгерским конструктивистом И мастером на все руки Он стал руководить курсом основ В 1923 году Убрал метафизику и мистицизм Иттона Заменив его мистикой машины Из интервью с Вальтером Гропиусом 1968 года Мохойнать был Чрезвычайно живым человеком Он как ребенок проявлял интерес К любой технической новинке И он сразу начинал ее осваивать Он был экспериментатором И он все пробовал делать сам Пожалуй, в Баухаузе Он был моим ближайшим другом И мы оказывали друг на друга Немалое влияние Мохойнать разбирался в том Что происходит в экономике И в промышленной жизни того времени И пытался внедрить свои идеи В рамках нового курса основ Преподавал и Йозеф Альберс Который в 1919 году Поступил в Баухауз как студент А потом стал первым выпускником Который начал там преподавать Он говорил Если я делаю что-то из какого-то материала Я должен использовать свойства В нем заложенные Его целью было Научить тебя думать В рамках материала Он придумывал для нас проекты Например, создать пространство Из большого куска оберточной бумаги Около метра длиной С помощью любых инструментов Можно было этот кусок складывать Резать Делать с ним все, что угодно Потом мы поняли Что можно сделать так Чтобы он нес вертикальный груз Мы сложили его так Чтобы в нем мог стоять человек Альберс был противником Всякого художественного безумия Он заставлял молодых людей Мыслить четко и ясно Конструкции из бумаги Которые делались под руководством Альберса Учили студентов мыслить Не как художники А как инженеры В 1923 году Баухаус наконец стал широко известен Местные власти пожелали узнать На что уходят деньги налогоплательщиков И было решено устроить выставку Петер Ханг Директор архива Баухауса Выставка 1923 года Имела двойной характер Прежде всего Она показала Веймару Результаты первых лет деятельности школы И привлекла внимание Не только всей страны Но и других стран Одновременно Эта выставка сделала очевидным переход От раннего экспрессионистического Баухауза К более позднему Конструктивистскому Баухаузу Самым важным экспонатом выставки был дом, построенный на холме с видом на Веймарский парк Он назывался Амхорн Рядом было поле, на котором выращивались фрукты и овощи для столовой Баухауза Дом был построен из заранее сделанных элементов И меблирован исключительно цехами Баухауза Он был экологически безвреден, дешев и прост в эксплуатации Хаус Амхорн стал своего рода мечтой о более приятном мире Хаус Амхорн был экспериментальным домом Он был построен с целью быть экономичным За цену, которая была по карману Квалифицированному немецкому рабочему Со всеми удобствами Включая центральное отопление и ванную Это был, конечно, один из наших идеалов Мы хотели проникнуть на массовый рынок Потому что считали, что наши вещи доступны По цене для человека с улицы И если, скажем, их смогут покупать В магазинах, подобных Вулварту Тогда нам удастся изменить окружающий мир И нам казалось, что мы также сможем изменить самого человека Сделать его лучше Они создали кухню Настоящую кулинарную лабораторию Они использовали керамику и стекло Все это было разработано в мастерских Это не было что-то вроде жилой кухни Как в большинстве домов среднего класса Или кухни, в которой работают слуги Которая отделена от остального дома Это часть дома, но в то же время она создана по рациональным принципам В этих кухнях было все Тут хранились продукты Тут было все необходимое для эффективного центра домашнего хозяйства Эта кухня замечательна тем, что это очень раннее выражение американской идеи домашнего менеджмента В 1923 году бушевала гиперинфляция Поэтому хаус Амхорн, который должны были строить и продавать в большом количестве Так и остался единственным в своем роде Печатные станки раскалялись, нули на банкнотах множились Эскизы некоторых из банкнот были созданы в Баухаузе Росла безработица Радикальные политики преуспевали Баухауз никогда не был популярен в Веймари Теперь в реакционном городе Будущая школа, успевшая прослыть коммунистической Выглядела морочновато Политика вся была левого толка Некоторые были коммунистами И кричали об этом на всех углах Я сам это делал В Веймаре горожане плевали в нас Потому что для них мы были враги Уже в то время по улицам Веймара Маршировали нацисты, протестуя против коммунистов Сначала национал-социалисты стали очень сильны в Тюрингии И художественные проблемы, увы, использовались как политический футбольный мяч Политические партии вовсю сражались между собой Когда национал-социалистская партия в Веймаре окрепла Мы потеряли всякую поддержку Поэтому я собрал педагогов И мы объявили Баухаус закрытым Этим мы опередили власти Которые явно намеревались сделать это сами В 1925 году Баухаус открылся вновь В Дессау, промышленном городе на севере Германии Дессау был политически более либеральным, чем Веймар Он был даже богаче благодаря своим химическим и машиностроительным предприятиям Здесь находился штаб одного из самых передовых авиационных производств в мире Юнкерса Так как теперь мастерские Баухауза были связаны с промышленными предприятиями И массовым производством Дессау стал для школы почти домом Появились деньги для нового большого здания школы по проекту Гропиуса Благодаря передовой строительной технике Уже через год появилось сооружение из стекла, стали и бетона Все было под одной крышей Цеха, офисы, столовая и квартиры учащихся Это был поистине собор функциональности Баухауз стал одним из первых сооружений в Европе Выразивших жажду простоты, которая проникала тогда в архитектуру почти повсюду И была наиболее зримой чертой международного стиля Это удивительное, прозрачное, четкое сооружение Идеальный пример конструктивизма И технически Это невероятно современное здание Потому что все огромные стеклянные стены были свисавшими сверху шторами Они ничего не поддерживали Это были шторы Наполненный светом, строгий на вид Баухауз Казался не столько художественной школой, сколько огромной лабораторией Соответственно, ведущие педагоги Кандинский, Клея и Гропиус Казались не столько художниками, сколько химиками или математиками Мастерские разработали и изготовили для нового здания Всю мебель и необходимые вещи Все было изящным, простым, необычайно рациональным И изготовлено машинами из новых материалов В мастерских все теперь делалось в расчете на промышленное производство Современная жизнь требовала современных методов и материалов В мебель дерева заменил металл Винты, клей, шипы вытесняла сварка Стулья, предназначавшиеся для небольших интерьеров современных зданий Следовали принципам не эстетики, а технической мысли За ними стояла не громоздкая вычурная мебель прошлого А машины, аэропланы и гоночные велосипеды Стул, известный как Василий, предназначался для Кандинского Поверх сварной конструкции из хромированной цилиндрической стали были натянуты кожаные полосы Легкий, броский на вид, экономичный Он занимал малое место, а выглядел так, как будто требовал еще меньше Созданный Марселем Бройером, это один из архетипов современной мебели и одна из икон 20 века Фотография использовалась не только как вид искусства, но и как средство визуальной коммуникации Проводились эксперименты с фотомонтажом и двойной экспозицией Полиграфия и графический дизайн требовали ярких, смелых, простых решений лишенных какого-либо украшательства Шрифты и макеты были пересмотрены в свете теории оптики и коммуникации Так же поступили и с рекламой Все традиционные решения были отвергнуты Стало возможным все В Баухаузе периода Ди Сау проектировалось, создавалось и демонстрировалось лицо 20 века Представьте, на сцене рядом со столовой Именно там звучала современная музыка Среди присутствовавших были Клея, Кандинский Это была их идея Они слушали новейшую современную музыку из Лейпцигской консерватории Иногда стены, отделявшие столовую от театра, убирались И начинались танцы в масках Шлеммера И танцы в масках Шлеммер Новая музыка Субтитры создавал DimaTorzok Проводились настоящие фестивали. Предлагалась тема «Металлический фестиваль». И нам приходилось придумывать что-нибудь для этого праздника, металлического фестиваля. Оркестр Баухауза был чем-то между Диксилендом и, скажем, оркестром, игравшим в духе хиндемита, с его электрическим фортепиано. Когда мы набирались духа и выходили на улицу, особенно девушки-ткачихи в брюках, там всегда такое начиналось. Люди скажут «Не может быть!» Когда мы шли с косичками, матери предупреждали дочерей «Не смотри, они из Баухауза!» Самой крупной переменной в Баухаузе в Дессау было появление архитектурного факультета. Студенты сообща трудились над планировкой и дизайном домов рабочих в пригороде Дессау. Этот новый городок должен был способствовать решению проблемы острой нехватки жилья. Дома собирались из стандартных, заранее изготовленных частей. Они строились на редкость быстро, были дешевы, удобны и просты в эксплуатации. Финансируемый городским советом, городок был одним из первых новшеств такого рода. Главой архитектурного факультета был Ханнис Майер, коммунист, считавший, что здание не искусство, а наука. Вскоре он стал вторым директором Баухауза. Из радиоинтервью с Вальтером Гропиусом, 1968 год, когда в 1928 году я ушел, я считал, что с ростом нацистского движения я буду лишь приносить Баухаузу вред, поскольку на меня постоянно нападали. Я решил уйти и снова заняться исключительно частной деятельностью. Я сделал своим преемником Ханниса Майера. Он не сказал мне о своей склонности к крайне левым политическим взглядам. За два года, проведенные Майером в Баухаузе, в школе усилились левые настроения. К 1929 году, в результате мирового экономического кризиса, Германия сильно поляризировалась политически. Это привело как к подъему нацистского движения, так и к росту левого крыла политического спектра, активному развитию коммунистических взглядов, и в Баухаузе в том числе. Поэтому в 1930 году Ханнис Майер был смещён с поста директора, и его преемником был назначен Людвиг Мисс Вандер Роя. Мисс Вандер Роя не был джентльменом, как Гропиус. Он был католиком-теоретиком из Рейнской земли. Если вы знаете Германию, вы понимаете, что Рейнская земля отличалась от Пруссии. Мисс Вандер Роя был человеком беззаботным, любителем вина, сигар, спокойным, тихим, даже скрытным человеком. И когда он попал в Баухауз, его привёл в ужас этот функционализм. Он верил в искусство, был большим другом Паула Клея и Гандинского, и он хотел снова сделать искусство основой Баухауза, не утратив при этом дисциплины. Тогда Баухауз был гораздо более дисциплинированным, но он был идеологизирован и легко втягивался в политику. При Мессе, ставшем директором в 1930 году, в Баухаузе стала превалировать архитектура, а политическая деятельность была запрещена. Это ничего не дало. В Де Сау, как и раньше в Веймаре, нацисты прибрали к рукам городской совет и закрыли то, что считали рассадником коммунистических, космополитических и еврейских идей. Они называли нас большевиками в культуре. Все, что было большевистским, было коммунистическим и поэтому опасным. Наша стальная мебель, то, что мы объединили искусство и технику, казалось им неверно избранным путем. Национал-социализм был глубоко связан с тем, что они называли кровью и почвой. имелось в виду крестьянская мебель, прочные, грубые вещи. Гитлер заставлял Шпеера делать мебель, которая напоминала то, что было на пароходах, на больших лайнерах. И он требовал, чтобы люди использовали этот вид, современный, как он считал, мебель. Он хотел возврата к грубой крестьянской простоте. В этом было дело. Отсюда вытекали традиции и мораль. Наш джаз был полностью запрещен. Геббельс позволял его только в фильмах. В фильмах разрешалось немного танцевальной музыки. Нас они ненавидели, потому что мы делали нечто совсем другое. Люди говорили об этих вещах, что они радикальные, модернистские, что они идут в разрез с нацистской эстетикой. Но артефакты Баухауза продавались в Германии на протяжении всех 30-х годов. В витринах стоял чайник Марианна Брандт, а рядом была нацистская свастика и сувениры режима. Есть даже известная открытка, на которой Гитлер сидит на трубчатом стальном стуле. То есть проблема была не в этих вещах. Нацисты понимали, что такое индустриализация. Я имею в виду автобаны, заправочные станции, четырехлетний план развития, фольксвагены. Они все это понимали. Дело было в педагогах и учащихся. Их беспокоил сам образ Баухауза. Штурмовики ворвались в Баухауз. Они били стекла, выбрасывали из окон инструменты, документацию, мебель. И они забрали здание себе. Теперь в нем занимались партийные функционеры. Последним домом Баухауза стал Берлин. Когда Баухауз переехал в Берлин, это было крайне неприятное место для работы. Они разместились на заводе. Идеализма как не бывало. И мастера Баухауза сказали, наконец, да давайте его уже закроем. 11 апреля 1933 года приехала полиция, закрыла здание и забрала с собой нескольких студентов. В начале 1933 года нацисты пришли к войну. власти по всей Германии. Поэтому Баухауз, чья жизнь началась с рождением Веймарской республики, исчез вместе с ее уничтожением. Его 14-летняя жизнь точно отражала жизнь самой Германии. Баухауз умер в Германии, но его педагоги и учащиеся разъехались по свободному миру, взяв с собой свои идеи и убеждения, которые потом пустили глубокие корни в Америке, в особенности в Чикаго. Невероятное влияние Баухауза в какой-то степени усиливало то, что школа подвергалась преследованию нацистов. Попав в новый свет, идеи Баухауза оказались еще более плодотворными. Благодаря тому, что здесь были Гропиус, Мисс Вандер Роя, Мохой Надь, Альберс и многие другие члены Баухауза, этот американский город стал архитектурной испытательной площадкой для индустриализованного мира, не только как лицо 20 века в архитектуре и дизайне, но и как прозрачное видение будущего. Автор и рассказчик Фрэнк Уитфорд, продюсер Джулия Кейв. Фильм озвучен студией Кипарис по заказу Союз Видео. Фильм озвучен студией Кейв. Фильм озвучен студией Кейв.